МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Услуги эвакуаторов в Тольятти. Круглосуточная эвакуация грузовых и легковых автомобилей. Телефон 740-911. Не заставляйте дворы автомобилями. Это мешает проезду спецтехники. Обилие личного транспорта во дворах часто становится преградой для проезда специальной техники. Во время пожара каждая секунда на счету. И если подъезд к дому будет затруднен, огнеборцам придется прокладывать магистральные линии и протягивать пожарные рукава. Чтобы добраться до очага возгорания, на все это придется тратить время. То самое, которое, возможно, понадобилось бы пострадавшим на пожаре. Хотелось бы в своем обращении обратить внимание жителей города Тольятти и сотрудников управляющих компаний на тот факт, что город развивается. В связи с этим на прилегающих территориях, на квартирным жилым домам устанавливаются ограждения, которые блокируются проезды для легковых автомобилей шлагбаумами, воротами и так далее. Но обращаю внимание, что в случае возникновения пожара сотрудники должны обеспечить открытие данных ворот и шлагбаумов либо в автоматическом режиме, когда обнаруживают, что произошло возгорание, должно быть назначено определенное лицо, либо данные шлагбаума и ворота должны открываться в ручном режиме. Оперативные службы призывают автолюбителей соблюдать правила парковки во дворах. Беспрепятственный проезд к месту пожара – это дополнительные минуты на спасение жизни и имущества. В 14-м квартале ночью неизвестный на авто ударил чужую машину и скрылся в неизвестном направлении. Дорожно-транспортное происшествие случилось у дома номер 43 по улице Автостроителей. Момент столкновения попал на камеру умного домофона. На кадрах видно, как владелец белого автомобиля, сдавая назад, врезался в припаркованную у подъезда Ладу Весту. Виновник аварии не остался на месте ЧП. Он сел в свое авто и покинул место ДТП. Напомним, что за оставление места аварии предусмотрена ответственность в виде административного штрафа, либо лишения прав. Что делать, если вы остались без работы и у вас имеются долги на исполнение у судебных приставов? Не стоит паниковать. Достаточно записаться на прием в отделение судебных приставов, которые проконсультируют вас и расскажут, как действовать дальше. В случае, если должник стал безработным, то ему необходимо осуществить явку судебного пристава-исполнителя на прием с приказом об увольнении. Сотрудник службы вручает должнику направление центра занятости населения. На приеме гражданин вправе написать заявление о сохранении ему прожиточного минимума, чтобы судебный пристав не производил удержание с его пособия по безработице. Также у должника есть право обратиться в суд за получением отсрочки по исполнению требований исполнительного документа в связи с утерой работы. Напомним, что приемные дни, в которые граждане могут обратиться к специалисту, это вторник с 9 до 13 и четверг с 13 до 18 часов. Полицейские добровольцы уже седьмой день разыскивают Михаила Михайловича Ермолаева, 89-го года рождения. С 24 января мужчина перестал выходить на связь со своими родными и близкими и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. Приметы пропавшего человека. Рост около 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые и короткие, глаза голубые. Был одет в черную куртку с капюшоном, черные джинсы, кроссовки камуфляжного цвета и серую шапку. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении данного человека, просьба сообщить по единому номеру 112. Редактор субтитров А.Семкин